Школьники, студенты, курсанты, преподаватели, чиновники, ученые. За пять лет географический диктант стал по-настоящему всемирной акцией. Шутка ли, в этом году его пишут в ста странах мира, в Антарктиде и даже на Международной космической станции. Диктант анонимный, 30 вопросов разной степени сложности. Итоговый результат при этом будешь знать только ты сам. Так что для большинства участников это скорее повод проверить себя. Мы приходим, чтобы принять участие в этом, показать, что мы не безразличны географии. Интересно проверить свои знания также и восполнить, возможно, какие-то пробелы, если есть. Потому что наверняка пробелы будут. Это повод еще раз заглянуть в энциклопедии. Реально интересно познать свою страну. То есть она у нас не маленькая, не большая. Всего не узнаешь, но все равно большую часть понять стоит. Не зря мы с ней живем. Богатая ресурсами. Самая лучшая страна в мире. Я вот что-то залез в страны народа мира. Так там половина уже переименована. Ты знаешь, как называться на мисс Вазелент? Во! И не узнаешь. Пока в карты заглядешь. Участники-ветераны вспоминают, первые диктанты были довольно сложными. Итог – низкие результаты. Последние пару лет характер вопросов изменился. Теперь они скорее на самые базовые знания и логику. На одной из своих картин Николай Рерих изобразил высочайшую горную вершину мира. А в названии этой картины знаменитый художник использовал оба имени горы. Одну из них – Джабалунгма. А вторую. Кстати, если вы не смогли попасть на диктант, но желание проверить свои знания осталось, то до 31 октября это можно сделать через интернет. А результаты будут опубликованы на официальном сайте РГО ровно через месяц, 29 ноября. Илья Кочетков, Александр Антропов. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин